Блокировкой карт по своему усмотрению, без согласия клиентов. Обычно используются так называемые спящие счета. Более 400 тысяч произошло хищение с использованием электронных средств платежа. Добрый день! В эфире телевидение Финверсия, программа Благосфера и я, ведущий Тимур Аитов. Мы, как всегда, отражаем вопросы, которые поступают к нам на передачу. На сегодняшний день максимальное число вопросов касалось возможной блокировки карт. С этой инициативой выступили ряд банкиров, в том числе представители Сбербанка. Ну и блокировки карт по своему усмотрению, без согласия клиентов. Всех это сразу насторожило, потому что действительно злоумышленников ловить, может быть, и станет легче. Но пострадают честные, честные владельцы карт. Возможно, по принципу лес рубят, щепки летят. Ну, они попросили, собственно, рассказать, в чем замысел этой процедуры. И что, может быть, грозит банковским клиентам, которые случайно окажутся вот в числе этих пострадавших. Ну, в чем замысел? Банковские юристы, конечно, не хотят получить дополнительный месяц с тем, чтобы пользоваться средствами, находящимися на счетах вот этих банковских клиентов. Они хотят повысить эффективность борьбы со злоумышленниками. Дело в том, что хищение происходит очень быстро. Вот если деньги уходят со счета банка-отправителя на счет банка-получателя, движение на этих средств не заканчивается. Как правило, банк-получатель опять дальше отправляет эти средства другому банку-получателю. Сам уже превращается в банк-отправитель. Тот опять кому-то присылает. Вот такая процедура, представляет такую веерную рассылку всех средств, осуществляется с огромной скоростью. Остановить ее, в принципе, можно, но ведь нет никаких оснований у банка-получателя, первого получателя, который получил эти средства. И вот как раз блокировка и позволит ему приостановить эти средства. Почему, думают, это будут процедуры хорошие банковские юристы? Потому что клиент, у которого первоначально украли эти деньги, обратится в банк-отправитель с тем, чтобы в соответствии с статьей 9 закона 161 банк-отправитель отдал им и компенсировал эту сумму, которую у него похитили. Он должен обратиться, конечно, быстро, достаточно быстро, в течение одного дня. Банк-отправитель начинает заниматься, на этом законодатель ввел 30 дней, в течение 30 дней банковские юристы разбираются. Но, как правило, там всегда работает такая банковская комиссия, платежники, банковские службы безопасности, юристы вместе присутствуют. И все они приходят к выводу, что клиент нарушил эти правила пользования платежным инструментом. Другие какие-то нарушения допустил и деньги ему в соответствии с этой статьей не возвращают. Ситуация стала уже даже известной, по моим данным, и центрального банка. Он собирается разобраться, так уж ли банки действительно ничего не возвращают по статье 9 закона 161. Но, как первый шаг, он ввел даже вот такую процедуру, досудебное разбирательство всех этих споров. Назначил своего представителя, финансового омбудсмена Светлану Никитину, которая, кстати, приступила к исполнению своих обязанностей 19 августа. И она вот в досудебном порядке будет разбираться в этих спорах и защищать клиентов. Возможно, чтобы подготовиться к появлению вот такого защитника наших граждан, финансового омбудсмена, банковские юристы и решили в предварительном порядке, по своему усмотрению, блокировать транзакции, блокировать карты, карта счета в банке получателей средств. С тем, чтобы впоследствии компенсировать требования клиентов из банка отправителей, которых, возможно, уже обворовали, но которые не успели, скажем, подать свои требования. Ну, конечно, блокировать они будут не все транзакции, а вот только подозрительные. Ну, какие будут они считать подозрительные? Ну, во-первых, вот эту веерную рассылку, про которую я уже говорил, банк-отправитель уже видит вот такое быстрое распространение платежа в банковской системе. И это правильный признак, это действительно напоминает работу злоумышленников. Есть еще ряд признаков, например, обычно используются так называемые спящие счета. То есть, эти счета до рассылки находятся в таком вот задорможенном состоянии, никаких операций по счету не производится. Вдруг в какой-то момент поступать начинают миллионы рублей, возникают какие-то странные личности, быстро их эти деньги снимают со счетов, бегут банкоматы. Это так называемые дропы обналичивают, это тоже признак противоправной транзакции, признак хищения. И ряд других признаков этих существует, и в этом смысле, в этом смысле, конечно, идеи правильные. Другое дело, что будут ли успевать сами банки. Рассыпчатый зимний снег. Первые весенние ростки. Ласковое летнее море. Задумчивый осенний листопад. Портал финверсия.ру. Весь год финансовые новости для вас. Другое дело, что будут ли успевать сами банки вот эти деньги, деньги блокировать в этом своем порядке. Потому что придумана такая процедура. Банк-отправитель, заметив, что транзакция противоправная, обращается в органы внутренних дел, в полицию, но, видимо, это бюро специальных технических мероприятий, и оттуда получает некий талон. И этот талон он переправляет в банк-получатель платежа. И на основании этого талона банк-получатель и блокирует транзакцию. Будут ли выдавать такие талоны бюро специальных технических мероприятий МВД? Это тоже вопрос, потому что вот таких хищений, преступлений довольно много. Если посмотреть статистику за прошлый год, 400 тысяч хищений произошло, более 400 тысяч произошло хищений с использованием электронных средств платежа. Получается, милиционеры или полицейские должны каждый день давать более тысячи талонов. И не просто давай, они же должны по каждому делу, в случае, заводить уголовное дело, привлекать экспертизу, тратить деньги. Потом все это дело передавать в суд. И суд будет, в конце концов, принимать какое-то решение. Правильно ли деньги заблокировали, неправильно. И возвращать, скажем, эти деньги, забирать от получателя, забирать их обратно от правителя. То есть, вот такая довольно длинная и какая-то вряд ли реальная процедура. Потому что все, кто у нас занимался с российскими судами, знают, что свои вопросы, свои дела решают гораздо дольше, чем в течение одного месяца. Другой еще вопрос, конечно, связан с ответственностью. Ведь опять же, конечно, появятся возможные ошибки, злобутребления. И какие-то, может быть, клиенты банковские пострадают. Потому что по этим признакам может оказаться транзакция выглядеть как подозрительная. А может быть, она на самом деле никакая не подозрительная, настоящая. Но человеку заблокируют деньги на целый месяц. И вот в этом законопроекте вопросов ответственных. И как банк наказать за вот такие незаконно, ошибочные блокировки, как всегда, не присутствует. В общем, рассматривая этот закон в целом, надо признать, что пока он достаточно, достаточно, скажем, вот такой, ну, сырой, что ли. И нам остается надеяться, что депутаты нашей Государственной Думы будут слушать не только банковских лоббистов, но и Центральный Банк, который, напомню, все-таки не так радожно относится к этому законопроекту. В конце концов, не то, что правда восторжествует, но разумный смысл возьмет свое. И вот в таком виде законопроект вряд ли будет принят, если он даже и появится в Госдуме. Сейчас его нет. Ну, это вот такой пока мой предварительный прогноз на этот случай. Но я могу, конечно, и ошибиться. Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. Finversia.ru делает экономику понятной. Субтитры подогнали Симон.